Человечество за всю историю своего существования успело создать множество ценных и суперценных произведений искусства, исторических памяток и просто вещей, которые стоят сейчас целые состояния. Большая часть из них доступна самому широкому кругу людей или же доступна богачам, но в общем всем известно, где эти сокровища находятся. Но есть особенная каста таких вот драгоценностей, все знают, что они существуют, по крайней мере уверены в этом, но никто не знает, где же они находятся, а если кто их знает, то он об этом помалкивает. Вот как раз о таких вот 10 самых разыскиваемых сокровищах в истории человечества я и хочу рассказать тебе в этом выпуске. Меня зовут Семен, канал Мегашоу ТВ. Начинаем! Могила Чингисхана Несмотря на то, что про Чингисхана, кажется, знает даже ребенок, никто до сих пор не знает, где он захоронен. И это отнюдь не из-за его бестолковых потомков, которые забыли, где похоронили полководца, а из-за желания самого Чингиза-завоевателя, который не хотел, чтобы его могилу нашли. Ведь, как гласит легенда, он велел, чтобы его похоронили в секретном месте, а скормящие воины, перевозя его тело, убивали каждого, кто встречался им на пути, чтобы тот не смог потом рассказать хотя бы примерный маршрут похоронной процессии великого полководца. Когда Чингисхана наконец-то похоронили, воины пустили тысячу лошадей по его могиле, чтобы не оставить ни малейшего следа захоронения. Та же самая легенда гласит, что воины убили всех строителей гробницы Чингисхана, а считается, что его похоронили именно в гробнице, и также убивали любого зверя и птицу, которые видели, где находится скорбящая гробница. Но это уже слишком, как по мне. Но с другой стороны, тогда монголы верили в магические свойства животных, и то, что они могут рассказать секреты, которые случайно увидели или услышали. Также есть версия, что на самом деле монголы изменили русло реки, чтобы она затопила место захоронения Чингисхана, и чтобы точно никто не смог ни найти, ни разграбить захоронение завоевателя. Кажется, что в гробнице помимо тела Чингисхана находится громадное количество сокровищ, которые монголы также защищали от разграбления. Но шанс найти гробницу крайне призрачный. И не сколько из-за того, что она хорошо скрыта, ведь современные технологии способны на настоящие чудеса, сколько из-за того, что власти Монголии против того, чтобы могилу Чингисхана нашли. Для них это неуважение к легендарному предку. Поэтому могилу Чингисхана сейчас практически невозможно найти. Библиотека московских царей Это название, как говорится, не очень часто форсится в современных СМИ или Ютубе и так далее, но на самом деле это большая историческая загадка на уровне известной янтарной комнаты или тайного золота нацистов. Так что же это за библиотека? На самом деле это собрание различных книг Ивана Грозного, как ее назвали современники царя Либерия. Считается, что в молодые годы Иван Грозный, еще не названный Грозным, очень сильно увлекался чтением и поэтому приказал свозить в Москву наиболее известные произведения современности и античности. Считается, что часть книг из библиотеки была привезена во время царствования Ивана, а часть досталась ему от его отца и матери, визотийской царевны Софьи Палеолог. Считается, что в библиотеке находились редчайшие и ценнейшие тогда, и тем более сейчас труды философов, поэтов, ученых и так далее. Благодаря историческим источникам современные ученые практически не сомневаются в том, что библиотека существовала. Но что же случилось, что она пропала и она вошла в наш список самых разыскиваемых сокровищ в истории? Ну, ответ тут прост. В одно время, точно не установленная, она просто пропала с радаров исторических летописей. То есть существовало, существовало и тут вдруг резко, как будто ее и не стало. Кто-то считает, что она сгорела во время многочисленных пожаров, которые бушевали в Москве во время правления Грозного и его, так сказать, наследников. Кто-то усиленно искал библиотеку, но так ничего и не нашел, несмотря на многочисленные раскопки. Именно поэтому часть историков и считает, что эта библиотека была выдумкой, иначе бы хоть что-то да нашлось. Но как бы то ни было, поиски продолжаются и до сих пор. Ковчег Завета Одна из самых главных религиозных реликвий в мире, а также одной из самых известных пропавших сокровищ в истории. Если кто не знает, то Ковчег Завета выступал в качестве переносного хранилища широкоизвестных десяти заповедей и других важнейших реликвий иудеев. Но много веков назад Ковчег Завета пропал, и никто из ученых до сих пор не может не то что найти его, но и привести убедительные доказательства, что Ковчег из-за тысячелетий своего существования просто-напросто не был уничтожен. Большинство современных историков считают, что Ковчег был уничтожен в пожаре, который случился в 586 году до н.э. в храме Соломона, где и хранился Ковчег. Но есть и версии, которые говорят, что Ковчег либо был спрятан, либо был украден и вывезен за пределы страны иудеев. И все, после этого любые следы Ковчега теряются. На протяжении тысячелетий находились люди, которые утверждали, что они якобы нашли Ковчег и даже видели его собственными глазами, или хотя бы знают его приблизительное месторасположение. Но никто из них так и не смог предоставить более-менее внятые доказательства своей находки. И если говорить честно, версий, которые так или иначе объясняют, где же Ковчег Завета и как его найти, настолько много и они настолько не похожи друг на друга, что только на перечисление могло бы занять весь оставшийся хронометраж видео. Поэтому скажу просто, понятно, что ничего не понятно, кроме одного. Крайне маловероятно, что хоть кто-то, хоть когда-то найдет Ковчег, если он, конечно, сохранился до наших дней. Потерянные яйца Фаберже Без преувеличения самые известные яйца в мире. Братья Петер Карл и Агафон Фаберже были русскими ювелирами, выходцами из Франции, которые удостоились международной славы за свои ювелирные творения. И вот в 1885 году русский император заказал для своей любимой жены огромное яйцо из золота и эмали. Качество золота яйца было настолько высоким, что за последующие 33 года для царской семьи было изготовлено 52 золотых яйца. Но произошел коммунистический переворот, и Фаберже были вынуждены бежать из России. Золотые яйца, как и остальное имущество царя, были конфискованы коммунистами. Часть их была продана, чтобы финансировать новое правительство. Вместе с тем 8 яиц было потеряно, и до сих пор никто не знает об их местоположении. Да уж, Октябрьская революция беспощадная и бессмысленная. Сокровище английского короля Иоанна Безземельного Если вы не слышали о таком, то я с вами. Тоже первый раз слышу о таких сокровищах, но не в первый раз слышу о таком короле. Ведь мы сделали на канале подробную историю Британии, где рассказывается и об этом короле. Не смотрел? Переходи по ссылке. Но сейчас об Иоанне Безземельном. Он просто обожал роскошь и богатство. И все свое правление занимался тем, что ограбил церковь и знать. И хотя за это его отстранили от власти, свои сокровища он сохранил и постоянно хранил при себе, даже во время путешествий. И вот во время такого переезда обоз Иоанна Безземельного решил обойти один известный своими топами и болотами залив Уош. Король пошел в обход, но его солдаты вместе с обозом, груженным драгоценностями, пошли по более короткому пути через болото. С застегнутой приливом близ Сатон-Бриджа, кони и повозки попали в топь. Выжить удалось немногим. Золота и драгоценности были утеряны. И все, это был последний раз, когда сокровище Безземельного видел хоть кто-то. Хотя многие пытались их найти, особенно Иоанн. Но нет, облом. Медные свитки Мертвого моря В 1953 году в пещере на побережье Мертвого моря были найдены два медных свитка. Они были исписаны непонятными письменами, и чтобы их расшифровать, было решено передать их в Иерусалимский музей. Из-за хрупкого состояния свитков ушло много времени на то, чтобы понять, как их можно изучить. Так, чтобы их не разрушить. И вот в ионаре 1956 года свитки наконец-то были переведены. И тут у вас точно назрел вопрос. Ну и что с этого, Семен? Где обещанные в названии сокровища? И тут вот начинается самое интересное. Дело в том, что свитки служили такой себе картой сокровищ, где было записано месторасположение множества кладов серебра и золота. Если верить этим свиткам, в окрестностях Иерусалима спрятано около 40 тысяч. 40 тысяч тонн золота и серебра. И это при том, что записи о некоторых сокровищах так и не удалось расшифровать. Ну что, теперь стало понятно, почему я так долго, относительно долго распинался о свитках. Но проблема в том, что места возможных захоронений сокровищ были привязаны к тем заметным местам на местности, которые давным-давно исчезли. Поэтому и найти сокровища пока не представляется возможным. Потерянное золото инков Мысленно переносимся на несколько столетий назад, в эпоху конкистадоров и освоения нового света. Известный покоритель Южной Америки, Франциско Писаро, наткнулся там на невообразимое богатство. И что неудивительно, жадность и алчность просто-напросто захватили его полностью. В итоге ему удалось получить в свое распоряжение колоссальное количество золота от местного народа инков с помощью коварства, обмана, огней и убийства. И в итоге большая часть этого золота просто-напросто исчезла, а не отправилась с испанцами домой. Самые популярные теории утверждают, что на территории инкского города Куско вырыты тайные туннели, в которых до сих пор хранится якобы потерянное золото инков. Некоторые считают, что испанцы хотели спрятать золото на территории Северной Америки, но то ли их индийские насильщики умерли во время перехода от болезни, и золото пришлось спрятать и бросить, то ли они все-таки дошли до Северной Америки и спрятали золото там, но никаких свидетельств этому нет. В общем, тайна золота инков, которая в современном денежном эквиваленте стоит десятки миллиардов долларов, так и до сих пор не раскрыта. Тайна золота нацистов В феврале 1945 года Берлин подвергся бомбардировкам, в результате которых было также разрушено и здание Рейхсбанка. Хотя хранившиеся в нем деньги не пострадали, нацистское руководство решило убрать их куда подальше. Хотя, как известно, в будущем золото им особо не пригодилось, от петли, так сказать, не спасло. Около 100 тонн золота успели спрятать в 100 километрах от Берлина, но судьба оставшихся семи тонн, которые не успели спрятать в выбранном заранее месте, так и осталась неизвестной. Человека, который занимался перевозкой золота, поймали, но так и не смогли выбить из него нужную информацию. Или же он честно не знал, что стало с золотом, когда он перевез его в обозначенное место. Что странно, немецкого офицера вскоре отпустили на четыре стороны, а тонны потерянного немецкого золота, ну и их судьба неизвестна и до сих пор. Ну иначе оно бы не попало в наш список, логично, не так ли? Сокровище Альвареса Дакардоне в пустыне Практически невероятная история, но все же, примерно в 1612 году известный путешественник Альварес Дакардоне повелся на рассказы местных индейцев, которые жили на территории современной Мексики и отправился в путешествие по устье одной неизвестной ему реки, которая якобы вела к богатому внутреннему морю, полному жемчугу и других богатств. И делал это Кардоне с помощью трех галеонов, груженных различными сокровищами, которые испанец должен был доставить на родину. Но страсть к наживе и приключениям все, так сказать, по-херену, перечеркнули. Внутреннее море оказалось огромным озером, пустынным и безлюдным. Но вскоре после того, как команда Кардоне добралась до озера, произошел страшный шторм и землетрясение, которое полностью перекроило географию озера, лишив его доступа к реке. Озеро начало постепенно мелеть, а Альварес и его команда понимали, что до самого близкого населенного пункта полтысячи километров, а идти нужно через горы и пустыни. Поэтому все богатства пришлось бросить, чтобы выжить, а сами сокровища, оцененные сейчас в 100 миллионов долларов, так до сих пор никто и не нашел. Как говорится, жадность фрая разгубила. Ничего не приобрел, а что было, потерял. Ограбление Граф Даймондс 6 августа 2009 года в 16.40 к ювелирному магазину Граф Даймондс приехали двое мужчин, которые, оказавшись внутри магазина, вытащили два пистолета и приказали всем посетителям лечь на пол, а продавцу магазина передать им ювелирное украшение общей стоимости на 40 миллионов фунтов. После этого грабители скрылись с места преступления на голубом BMW. Несмотря на все меры конспирации, несколько сменных машин и хорошо спланированную операцию, мужчин задержали и осудили на длительный срок. Но украденные ими украшения британская полиция так и не смогла найти и до сих пор. Считается, что грабители успели продать их на черном рынке. Но сами они, естественно, на эту тему молчат. Такие вот дела. Ну что скажешь? Уже знаешь, куда поедешь в следующем летом и чем будешь заниматься? Я вот сам не против попытать удачи в поисках сокровищ. А ты? Надеюсь, в комментах смогу прочитать ответ на этот вопрос. Да и вообще пиши, как тебе видео, какая история понравилась больше всего. А также, если ролик понравился, поставь, пожалуйста, под ним лайк. Тебе мелочи, а нам приятно и мотивация продолжать работу. На сегодня все, поэтому всего хорошего и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!